11 часов в Кирове, программа дневной разворотовой эфире, Владимир Светанин. Яна Лапшина, добрый день, приветствуем вас по традиции. Несколько слов о втором часе после 12 часов. Наша программа будет в записи выходить. Да, вчера мы записали. Да, гостем нашей студии накануне стал известный российский автожурналист, автопутешественник, автогонщик Андрей Леонтьев. Если коротко, что он учудил? Он из Москвы до Владивостока на автомобиле съездил и возвращается обратно. Надеемся, что уже вернулся. Говорил о том, что должен вернуться. По пути он останавливался в крупных российских городах, встречался с местными жителями, рассказывал о своем путешествии, встречался с журналистами. Проект называется «Поезд или машина». Машина или поезд. Один из смыслов в том, чтобы показать, что путешествовать по России как на поезде, так и на автомобиле можно. И нужно. Это событие, которое вот-вот произошло. Буквально несколько минут назад на Кировских новостных порталах и на нашем сайте Кирова.ру появилась новость о том, что сегодня депутаты Кировской гордумы на своем внеочередном, можно сказать, наверное, экстренном заседании приняли отставку главы администрации города Кирова Дмитрия Осипова. Новость о том, что Дмитрий Валерьевич уходит на больничный, по-моему, да? Ну, сначала так, да. Коммунировка была, появилась в конце прошлой недели. Потом вроде как заговорили о том, что это не просто больничный, а это все уход. Подготовка к отставке. Да, полноценное оставление, место кресла главы сети менеджера. И накануне на совещании в областном правительстве в Рио, исполняющей обязанности главы нашего региона Александр Соколов, можно, наверное, процитировать то, что он заявил, он сказал, что глава администрации подписал контракт по трудоустройству близкого родственника, не внося этот вопрос на комиссию по конфликту интересов. Глава города Елена Ковалева провела встречу по этому поводу с Осиповым в пятницу, 5-го числа, и во время беседы Осипов написал заявление об увольнении. Ну, не знаю, надо ли обсуждать, что там за близкий родственник, там есть предположение, да? Но, может быть, наши спикеры сейчас вот об этом расскажут. Мы задавали Дмитрию Валерьевичу этот вопрос, там есть определенные подозрения не в его адрес, как я понимаю, пока еще, а в адрес родственника в коррупционных каких-то вещах, но вот он сказал, что следствие разберется. Ну, основание это довольно существенное по российскому законодательству, все мы прекрасно знаем, не могут близкие родственники работать в непосредственном подчинении. Ну, например, муж и жена, они могут работать в органах госвласти, но, пожалуйста, в разных, чтобы не зависеть от решений непосредственных друг друга. Ну, надо сказать, что это правило, оно там используется и в коммерческих компаниях очень часто, да, то есть стараются, чтобы не было все-таки конфликта интересов. Алексей Вотинцев к нам присоединяется, депутат Кировской городской думы. Алексей Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, как прошло сегодняшнее заседание. Кировской городской думы, что там за царила атмосфера, с какими словами, впечатлениями, эмоциями провожали уже бывшего главу администрации. По-доброму ли вы с ним попрощались, депутаты городской думы? Да, ну и напомним, да, пост главы администрации Дмитрий Валерьевич занимал последние два с небольшим годом. Да, летом 2020 года, насколько я помню, его утвердили на этот пост, да. Ну, депутаты в основном отнеслись критично, особенно оппозиционные фракции, потому что все ждали объяснения каких-то мотивов, почему это произошло. К сожалению, ни представитель правительства области, представитель губернатора Минис Лучинин, ни кто-то другой пояснить не смогли. Только из средств массовой информации мы больше, да, осведомлены о том, что явно была коррупционная составляющая, которая вынудила, как объяснили нам Соколова, пригласить Осипова и попросить его написать заявление по личному желанию. Угу. Угу. Который начал продавать по кадастровой собственности стоимость, которую ранее передали этому же предприятию, ну, как сказать, муниципальную собственность. Ну, в общем, Алексей Владимирович, да. Продавая по кадастровой, сразу ясно было, что они имели какую-то, как сказать, коррупционную составляющую на этом, что-то они на себе. И вот эти факты, которые пока не комментированы. Да, вы сейчас озвучиваете свои внутрипартийные, то есть это неофициальная вот эта позиция. То есть это еще не версия следствия. Ну, это и средства массовой информации, о чем говорили депутаты. Я вам объясняю то, что как бы высказывались разные фракции, они как бы поясняли эту позицию. Да, Алексей Владимирович, я насколько... Я высказываюсь от той позиции, что есть. Простите, пожалуйста, насколько... Мой вопрос был, это кого на место Осипова поставить. И тут многие фракции сошлись единодушно о том, что кандидатура, которая предложена, это Вячеслав Николаевич Симаков, бывший начальник теруправления Первомайскому району. Он вроде бы на эту должность более всего соответствует. Ну, на исполняющую обязанность. Но вот интрига сохраняется, потому что Осипов уходит не просто так, а о том, о чем мы говорили, вот наша фракция, с момента его назначения, что он не готов. И он ранее заточен на определенные конкретные вещи, судя по его биографии, о том, что могут, как это сказать, иметь коррупционную составляющую. Ну, вот так оно и получается. Хотя я говорю, что мотивы эти объяснений не были, но в прессе, как это сказать-то, это все проявляется. И тем более косвенно это подтвердил министр Лучинин о том, что вот что-то такое было, потому что просто так в Риеву не приглашает и не просит написать заявление об отставке, потому что это больше не его инициатива была. Но, сами понимаете, это все осталось закадровать, только предположения. Я думаю, мы скроемся, как бы сказать-то, это будет очередной коррупционный скандал. А сам господин Осипов присутствовал сегодня на заседании? Конечно, присутствовал. Ему дали слово, что-то он говорил? Ну, он, к сожалению, не пояснял ничего. Он так коротко, как бы, личное заявление написал, и все. А как он выглядел, как он, Алексей Владимирович, выглядел расстроенным, спокойным? Или радостным, наоборот? Нет, не радостный, не расстроенный, а вот такой. То есть он обычно принимает вот именно такие вещи, как-то так старается, по крайней мере, держать себя в рамках холода. Да-да-да, сдержанно, да. Ну, жаль. Вы понимаете, те были вещи, которые, когда он себя противопоставлял городской думе, фактически, представителям населения, избирателей города Кирова, когда судился, это все не просто так. Потому что это все говорит о его, ну, условно говоря, неподготовленности к этой должности. И он себя проявлял, ну, как-то сказать. Хотя он, конечно, был не самый такой, как говорили некоторые, самый худший глава администрации. Были и хуже. Но, я думаю, он запомнится нам больше с ответственной стороны, чем с положительной. Алексей Владимирович, а кто-то из депутатов, там, Дмитрию Валерьевичу, ну, что-то доброе-то сказал на прощание. Ну, не может же, наверное, такого быть, что человек два года работал и вообще уж ничего хорошего не сделал. Ну, видите, потому что неясный, нет, такого не было, потому что неясные причины, личное желание. Тем более, видите, он остроил в себя практически весь депутатский корпус. Видите, до этого, ну, как бы мы ему сделали выговор, условно говоря, хотя надо было бы отправлять восставку за такие дела. То есть я говорю, что он судился фактически с городской думой. Он пошел против прокуратуры, которая несколько раз выносила протест. О том, что неправильно они, нормативные акты, вот как раз по территориям комплексного развития, неправильно он себя ведет, неправильно позиционирует. И тут, как сказать-то, не было никакого такого, как это сказать-то, ну, пейчета со стороны депутатов. Поэтому все понимали, к чему идет. Понятно. Алексей Владимирович, скажите еще, пожалуйста, у нас такая противоречивая здесь информация. То ли один депутат Гордумы проголосовал против отставки Осипова, то ли пять. Да, против один проголосовал против. А пять воздержались. А, пять воздержались. Ага. А кто против голосовал? Кто против голосовал из депутатов? Ну, ведь это тайно голосовали, кто против не объяснили. Как воздержались, это фракция «Справедливая Россия», они, потому что, ну, они считали, что надо его увольнять по другим причинам. Ага. Но, я думаю, тут самое главное, что не в этом, а что об отставку, понимаете, вопрос был совместный, поэтому, чтобы поставить хотя бы достойного человека, хозяйственника, вот Симаков Вячеслав Николаевич, я думаю, он более подходит к этой роли, потому что он воспитался в самой администрации, он знает всю хозяйственную работу, городское хозяйство знает и опыт у него, ну, и он ровно относится к любым предложениям, к любым инициативам любой фракции. Угу. Ну, опять же, сами понимаете, ангажированность все равно ставит «Единая Россия», поэтому они ждут от него каких-то преференций. Понятно. Ну, я думаю, что он наиболее, вот на сегодняшний день, из замов главы администрации наиболее удобная кандидатура для всех фракций, для всех. Ну, дальше будет видно, ведь, как себя покажет человек. Безусловно, а скажите, что сейчас обсуждается, возможно, в депутатском сообществе, потому что те заявления, которые, в том числе, и в Рио губернаторы сделал, о том, что нарушено антикоррупционное законодательство, ведь это, я считаю, основание для, ну, дальнейших каких-то действий со стороны правоохранительных органов. Так они, наверное, действуют. Ну, вот об этом и речь идет. Ну, видите, Соколов не проявил смелость. Он же мог бы просто его уволить за утрату доверия, у него такое право есть. Но он, видите, чтобы сохранить лицо, ну, я думаю, тут как бы его слабость, это показывает его слабость. И, как это сказать-то, ну, к сожалению, нежелание может быть такое явно работать с коррупционерами, бороться с коррупционерами, потому что у нас область, условно, сами понимаете, уже прогняла. То есть, фактически, зампред, бывший глава города Быков, потом Шульгин, потом другие лица, которые мы знаем, зам, вице-губернатор, там еще и прочие министры, это все говорит о том, что у нас неблагоприятный такой коррупционный климат, думает, что у нас есть возможности для коррупции, а тут надо решительно бороться. И губернатор Увриева, по крайней мере, показал, что он не совсем готов к такой борьбе с коррупцией. В общем, вы не исключаете, что, возможно, в ближайшее время правоохранительные органы сделают какое-то заявление о том, что в отношении Осипова не начаты какие-то действия. Мы говорили, что были коррупционные составляющие у Осипова Дмитрия Валерьевича еще до этого. Но, к сожалению, то ли не хватало каких-то материалов, то ли еще чего-то до назначения на главу администрации. То есть, когда он, взятка Автодор, руководил, понимаете, вещи, такие, как это сказать там, вещи, которые не должны просто так спускаться. Но, видите, он был поставлен ведь не просто так, а какими-то структурами, которые выше, которые ждали от него каких-то действий. Ну и вот та нелицеприятная ситуация, когда с Токаревым, когда до сих пор он не работает, хотя суд его восстановил и все такое, он, кстати, боролся против многих, я знаю его лично, боролся против многих коррупционных составляющих в городе, потому что были факты прямо невероятные, когда люди просто, как это сказать, с нуля делали деньги огромные, миллионы. И эта ситуация продолжалась не один год. Алексей Владимирович, да, 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 спасибо. Буквально вот последний еще вопрос, уточнение. А весной 2020 года, когда кандидатура дважды, кандидатура Осипова дважды, да, если не ошибаюсь, выносилась на рассмотрение депутатов города, вы тогда лично весной 2020 года за кандидатуру Осипова голосовали? Я против. Против. Я сразу, да, я потому что заранее, говорю, знали мы, откуда человек, с какой биографией, поэтому мы голосовали против. Понятно. И о том выступали. И также мы последовательно выступали с критикой, и вот в марте этого года выступили, о том, что надо уходить. И надо уходить, и призывали его или самостоятельно уйти тогда еще, или же, по крайней мере, как это сказать-то, делать все, чтобы не оставаться в этой должности. Спасибо. Спасибо за комментарий. Алексей Вотинцев, депутат Кировской городской думы, фракции КПРФ, был с нами на связи. Ну вот коммунисты такими провидцами оказались, да? Ну не только они на самом деле. В самом начале они выступали против кандидатуры Дмитрия Осипова. Дмитрия Валерьевича. Ну и вот сейчас, спустя 20 небольших годов. Я знаю, с чего пойду сейчас. У нас же, вот власть принята всегда ругать. Еще помнится, Никита Юрьевич говорил, да? Про то, что существует презумпция виновности власти. Ну, подожди, ругать нужно всегда обоснованно, с аргументами, аргументированно. Не всегда так бывает. Нет? Или изначально люди, да, заточены. Я теперь начинаю переживать за Вячеслава Николаевича Симакова. Как бы не заклевать. Ну, слушай. То есть ему столько авансов сегодня, честно говоря, нараздавали. Да и у нас, у журналистов, с Вячеславом Николаевичем связаны самые позитивные эмоции. Хороший человек, у которого действительно бэкграунд очень такой, ну, как бы заставляющий уважать, уважительно относиться к тому, как он работает. То есть я же помню, как он приходил сюда еще, будучи специалистом просто, да, в эту студию. Вот в самом-самом начале, наверное, своего карьерного пути в администрацию. И как он, вот, смотри, вырос до главы теруправления, замглавы администрации. И при этом он ведь не, скажем так, не забронзовел, да? То есть про него легенды ходят. Это ты мне, по-моему, рассказывал, да? Как Вячеслав Николаевич бабушек вывозил. Это сам Вячеслав Николаевич рассказывал, да, приходя к нам в студию на интервью, когда у нас было буквально 10-15 минут до начала эфира. Он начинал рассказывать очень активно о тех текущих проблемах, которые на него наваливаются ежедневно. Вот начинают бабушки звонить с утра, там еще какие-то нуждающиеся, просят то сделать, это сделать. И Вячеслав Николаевич никогда не гнушался выходить, лично помогать, и в том числе в период паводка участвовать непосредственно в судьбах и жизнях. С активистами, опять же, городскими, насколько я понимаю, есть выстроенный какой-то контакт. Никогда не чурался там, да, Вячеслав Симаков того, чтобы с ними работать или какие-то проекты там вместе продвигать. Анатолий Курбатов к нам присоединяется, координатор движения «Красивый Киров». Анатолий, добрый день. Добрый день. Да, добрый день. Ну вот мы раз уже заговорили сейчас о Вячеславе Николаевиче Симакове, о том, что он будет с завтрашнего дня, да, по-моему? С 10-го числа, да, да, да. Исполнять обязанности главы администрации. Анатолий, давайте сначала про Вячеслава Николаевича. Про Симакова. Да. Хороший выбор, на ваш взгляд? Да, ну, по-моему, да, отличный выбор, и потому что тут без два фактора. То, что у нас давно не было местного главы администрации, и мне кажется, это было сильным демотиватором для сотрудников администрации, что карьера существует. Ну, или, то есть наверх всегда назначают кого-то со стороны, а тут прекрасный пример, и прекрасный момент для других, работать качественно и в итоге занять хорошее место. То есть человек прям вот с самых, ну, таких, как бы, рядовых позиций, что называется, в администрации, дорос до главы администрации. Такой прям кадровый лифт. Ну, дальнейшее... Ну, лифт, это был очень трудный подъем. Понятно. Ну, дальнейшее, собственно, будущее, там же понятно, у нас после выборов снова конкурс будет назначаться, да, на должность главы администрации. Вообще назначили до, как я понимаю, исполняющей обязанности, до объявления результатов этого кадрового конкурса. Ну, сначала нужно сформировать городскую думу нового СССР, да? Да, 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 потом комиссию надо сформировать. Комиссию, потом будут заявки, будут они, не будут, потом будут рассматриваться. В конце октября. Да, ну, да. В общем, вот это все будет. В общем, осень у нас пройдет, видимо, под знаком определения нового главы администрации города Кирова. А теперь давайте о старом, обушедшем. Ну, так-то он не старый. Ну, ну, в смысле нет, об уходящем. 69-го года рождения. Да, о прежнем, хорошо. Да, Дмитрий Осипов, чем запомнился, Анатолий, вам? Все ли так плохо было, как говорят депутаты? Я входил в совет, собственно, пересекался. Трудно приедать к человеку, который, ну, условно говоря, зависим, да? Да, зависим от бюджета, зависим от депутатов, поставлен другими людьми, вообще со стороны. Соответственно, каких-то результатов. Мы даже, когда после того, как он подал в отставку, делали опрос в красивом Кирове, чем запомнился. В принципе, положительных ответов там не было вообще. Два года работы учил. Ну, много, на самом деле, да, площадок в интернете, где можно найти сейчас высказывания, да, о работе бывшего сети-менеджера. Ну, для себя давал шанс, чем мог, попытался помочь, да, в консультациях, вопросах, все прочее. Вот. Но, ну, у меня не получилось. Я не стал бы обменять Нитрия Владимировича полностью, что у меня ничего не получилось. Но такая ситуация в системе муниципального управления России. А запомнился мне последним, что после того, как он тащил со Сколкова, съездил там в Кубай и все прочее, под конец своей карьеры он устроил в какой-либо цвет красить подземный переход. Вот, мне кажется, это совершенно... Кстати, да, кстати, да. Что сейчас будет у нас с подземными переходами? Что теперь будет, да, действительно, с краской? Ты ее ж купили, наверное. Да, и тем самым перекрыл все положительные эмоции, вещи, которые у меня были к нему. Ну, еще, в частности, Дмитрий Валерьевич, об этом, в частности, наши коллеги своего Кировского написали заборами, да? О, серые заборы. О забориванием нашего города. Хотя обещал, что не будет так делать. Хотя, да, высказывался. Ну, нет, там надо понимать, что есть ГИБДД, есть предписания, есть федеральные какие-то вещи. Ну, при нем, действительно, заборов стало чуть-то меньше. Вот, потому что в последнее время заборы ставили по большому же только у школ. Это уже федеральная, обязательная, как бы, вещь, которую нельзя отмекаться никак. То есть по своей инициативе он их как раз не выставлял, где попало, на каждом углу. Да, то есть зря вы тут его обвиняете, в этом плане мы будем успеть. Это не мы. Это не мы. Просто это вот коллеги подсчитали и посмотрели, чем запомнился Дмитрий Осипов. Ну, вот, в частности, серыми заборами, которые обещал не ставить, но в итоге все-таки их ставили. Уж по личной инициативе или нет, тут другой вопрос. А вообще, Анатолий, вот, как вообще для морального равновесия, да, воспринимать эту ситуацию? Прошло больше двух лет, человек возглавлял городской администрацией. Мы сейчас вот задумались, и вспомнить-то особо нечего, да, и как-то больше ругать хочется. Для большого полумиллионного города, ну, это, наверное, вообще не дело, когда человека, занимающегося, занимающего высший должностной пост в городе. Главный хозяйственный пост. Да, исполнительной власти, я имею в виду. И мы вот сейчас размышляем, и такое ощущение, что два года, как говорится, под известное место, да? Ну, это ожидаемо, в принципе, с первого дня, потому что человек сюда пришел со стороны, назначенный. Я не думаю, да, что он сильно хотел, просто предложили, отказаться нельзя, посидел по работе. То есть, на такие должности, да, конечно, назначать человека, ну, назначать выбирать сам людей. И того, кто это хочет делать, у кого есть мысли, как это делать, у кого есть условные ресурсы, добиваться, возможности добиваться этих ресурсов. То есть, в данной ситуации, ну, наверное, Глава Николаевич лучший из вариантов. То есть, Дмитрий Осипов, в некотором смысле, заложником получился, да, в этой ситуации? Да. Тех людей и эту систему. Надеюсь, что двух-трех месяцев, которые, если человек не хватит в Рео, им будет достаточно, чтобы успеть карты разложить так, чтобы он и стал дальше бывой без представки в Рео. Хотя, конечно, сейчас видится, что его поменяют. Ну, то есть, просто заткнули им дыру. Так, а это на основе чего такой вывод делается? Ну, потому что об отставке Осипова было понятно еще в апреле, и, в принципе, там уже звучали фамилии, кто и как будет в следующий созывод, представлять интересы области в администрации, да. Вот, ну, с приходом в Новый Рио, с приходом там карты скутались, я-то с Симуковом просто показывал внули дырку. Ну, довольно популярное решение, да, под выборы, что Симуков один из немногих чиновников, который среди горожан больше положительных эмоций вызывает, да, и его и поддерживают, как и бизнес, так и простые жители-активисты. Вот поэтому такое удачное решение, которое устраивает всех. Да, и на выборы, кстати, действительно. Но окончательно-неокончательно будем поступить в конце октября. Осталось все заведомо. Дороги в Кирове будут улучшаться прямо, ну, то есть это же логично предполагать, что человек приходит из дорожной сферы, наверное, вот у него глаз там наметан, он все уже проблемы знает. Притащил с собой мешок денег. И побежит сразу же эти проблемы решать. Ну, вот сейчас мы у Юрия Шлемензона спросим, получилось или нет. Говорит нам наш звукорежиссер, что пока Юрий Львович не может говорить. Я надеюсь, что, может быть, по ходу программы мы еще раз тогда попробуем его набрать. А давайте мы... Так, ты закончи мысль. Да, да, да. Мы можем, собственно, до перерыва-то пообщаться еще, да. Я хотела просто сказать, что вот эти надежды, наверное, в чем-то оправдались, а в чем-то нет. По поводу дорог? По поводу дорог. Но ведь это федеральные деньги. Смотри, есть федеральные деньги, которые на ремонт по программе БКД, по проекту «Безопасные качественные дороги». Тут все понятно там, да. А есть ведь еще средства, которые закладываются на дорожные ремонты, в том числе там на ремонты, как я понимаю, дорог... Текущие? Ямочные ты имеешь в виду? Не ямочные, а дороги вот в пригородах, скажем так. А, ремонт грунтовых дорог. Да, это же все муниципальные деньги. Да, сельские территории, так называемые, областного центра. Потом история с уборкой города, ты помнишь, да, то есть в этом смысле тоже возлагали на Дмитрия Осипова надежды какие-то, что человек пришел, человек там разбирается, и город, наверное, будет чистым наш зимой. Ну, так или иначе, это связано с инфраструктурой, да? Да, 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 я не знаю, по твоим оценкам как, по моим оценкам, в принципе, ну, можно, конечно, поругать зимой городские власти, было там последние годы, но я, честно скажу, коллапсов вроде я не наблюдала таких, чтобы невозможно было из двора выехать или еще что-то. А мне кажется, погода насмиловала, потому что прошлой зимой, да, в сравнении с зимой 20-го, 21-го годов, которая была более снежной, ну, вот смотри, опять мы с тобой, да, вроде бы можно за что-то, а вроде как бы нельзя, вроде и было ответственно, а вроде бы это и более высшие органы власти. Которые можно похвалить Дмитрия Валерьевича, к сожалению, может быть, Анатолий прав в этом смысле, да, то есть Дмитрий Осипов, может быть, не очень охотно какие-то шаги и инициативы выдвигал, потому что не совсем был самостоятельной фигурой, может быть, с этим связано действительно. Я вообще даже не припомню такого большого интересного интервью, так, опять же, с позиции, да, сотрудника СМИ, у нас он был на радиостанции, Дмитрий Валерьевич. А он приходил, да, в самом начале. Да, приходил, все-таки, да, вот так, чтобы какими-то яркими высказываниями, что ли, репликами, вот, на мой взгляд, он не запомнился, там, по сравнению с предыдущим его коллегой, Ильей Вячеславовичем Шульгиным. Ну, просто люди разные. Ну, я понимаю, а? Да, Шульгин, Шульгин, иной формацией человек. С разными университетами, с разной подготовкой и так далее. С опытом работы в большом городе я вообще должна тебе сказать, не знаю, может быть, сейчас что-то меняется, но опыт работы в большом городе для чиновника – это хорошая такая школа, общение именно с жителями, потому что чем больше город, скажем так, да, или структура, в которой работает чиновник, тем он более открыт, как ни странно. Вот, там, по опыту Москвы могу сказать, что там сотрудники московской мэрии в свое время, там сотрудники префектур и дальше вот сотрудники управ, они по-разному с жителями и журналистами общались. То есть, там, в московской мэрии сотрудники были обычно открыты, префектур чуть-чуть более закрыты, но тоже открыты. А вот у права самое, как бы, вот, такое низовое звено, люди, которые не совсем… Те, которые непосредственно на земле. На земле, да, но не совсем при этом самостоятельно в своих решениях, они как раз вот все время говорили, пришлите ваши вопросы, напишите ваши вопросы, мы не можем давать никаких комментариев без согласования. Ну, вот, я не знаю. И опыт работы в большом городе, а Шульгин ведь к нам из Казани, насколько я помню, да, приедет. Вот, он в этом смысле, наверное, Илье Вячеславовичу сыграл на руку, потом он, наверное, по складу характера был несколько иным человеком, то есть, ты же помнишь, да, что с общественниками активно он достаточно работал. Это ведь его была идея, да, пересадить всех чиновников на велосипеды и отправить. Ну, в том числе, да, говорил он об этом и сам своим личным примером. Там однажды, по-моему, несколько у него поездок по городу было, вместе с городскими активистами, они осматривали что-то. А, ну и прогулки были давить у него с известным блогером федеральным. С Ольгой Барламом, да, 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 было дело. Вот, кстати, сейчас Анатолий Курбатов заранил у меня какое-то вот зерно сомнения. Действительно, может, Вячеслав-то Николаевич Симаков у нас ненадолго, только вот на период этого безвремения какого-то. А вот будет очень жаль. Вдруг у нас осенью появится какой-то кандидат из другого города. А вот не хотелось бы. Не хотелось бы? Не, не хотелось бы, честно. А зачем? Вячеслав Николаевич, он, вот те плюсы человека из другого города, о которых я говорила, он их в себе сочетает там, да, со своей местной биографией, скажем так. То есть, да, я согласна с Анатолием, что это не совсем был, наверное, кадровый лифт, а это была такая тяжелая лестница с крутыми ступеньками, по которой он поднимался. Может быть, Вячеслав Николаевич там вот комфортно в рамках своего первомайского района областного центра терроправления? Может быть, он и сам не очень хочет там, да, вот огромного вот этого вот, не знаю, колеса тяжелого на шее в виде городской администрации, не самого обеспеченного деньгами города. Может быть, и так. Да, вообще, мне кажется порой, что особенность вот наших именно кировских чиновников, которые здесь родились, которые трудятся там, что-то делают, они не слишком инициативные в плане вот самой презентации, в плане рвения, выше, выше, выше идти. Но вот он занимает какую-то должность, ну и вот хватит. То есть, грубо говоря, многие, на мой взгляд, боятся брать на себя ответственность. Есть у тебя такое ощущение? Ведь чем выше пост, тем больше ответственности. Ну, естественно, да, уж глава-то администрации, это человек, который на себя все шишки будет собирать отовсюду, там, все недовольство. Я говорю, лишь бы не заклевали Вячеслава Николаевича, и не получилось так, что в связи со всем этим он потом вообще перегорит, что называется, да, и даже не захочет больше. Ну, в любом случае, завтрашнего дня Симаков будет исполнять обязанности главы администрации нашего города. В общем, по этим первым дням, по этим первым шагам, первым шагам, да, понять, в каком направлении, собственно, все это городское хозяйство будет двигаться. Но, опять же, на мой взгляд, думаю, что в ближайшие недели, точно уж до выборов сентябрьских, никаких кардинальных изменений не произойдет. Ладно, убегаем на рекламу, вернемся про дороги и транспорт поговорим, и все-таки еще немножко про общение с общественниками и про культуру. Продолжается дневной разворот. Говорим об отставке уже бывшего главы администрации города Кирова, Дмитрия Осипова. Сегодня депутаты Кировской городской думы в 10 утра собрались и приняли отставку. За, вернее, против проголосовал только лишь один депутат. Пять избранников воздержались. Вот сейчас как раз рассматриваю. Более 20 человек проголосовали за, причем голосовали комплексно за отставку Дмитрия Осипова, одновременно за назначение исполняющим обязанности главы администрации Вячеслава Симакова. Вячеслав Николаевич до последнего времени довольно долго занимал пост замглавы администрации, руководители Первомайского района. Денис Пырлок к нам присоединяется, член рабочей группы по контролю за ремонтом и содержанием дорог, в прошлом директор автотранспортного предприятия. Денис, добрый день. Добрый день. Да, приветствуем. Отставка Дмитрия Осипова спустя чуть более двух лет работы в этой должности. Насколько для вас был ожидаем такой исход? Закономерно или нет? И вообще вот упсы перед выборами за месяц. Ну, перед выборами, конечно, наверное, не так ожидаемо, как, например, еще два месяца назад, когда в нашей регионе появился новый временно исполняющий обязанности губернатора. Потому что он много уделял внимания, имею в виду Александра Валентиновича, уделял внимания содержанию нашего города, жилищно-коммунального хозяйства. И после каждой критики Дмитрий Валерьевич делал вид, что он ее снял и чуть ли не с лопатой поехал разгребать город. Хотя это у него как минимум не получилось, но, тем не менее, критика все-таки от Рио прозвучала. То есть вы предполагали, что это раньше случится? Я предполагал, что это будет намного раньше. Более того, я, насколько знаю, уже предпосылки к этому были еще месяц назад. Я даже об этом писал. Соответственно, то, что случилось перед выборами, да, немножечко стало там неожиданностью. Потому что, ну, либо это надо было делать до выборов, либо уже, наверное, после выборов. Но, тем не менее, лучше сейчас. Тем более, там есть коррупционная, да, составляющая в его действиях. Ну, мы предполагаем, да, пока предполагаем. Ну, на самом деле, видно, что Дмитрий Валерьевич, как минимум, не на своей должности был. В период снегопадов он на камеру говорил, что недоволен работой подрядчиков. Но я задавал как-то вопрос, а кто из тех, кто отвечает за содержание там города, у нас лишился премии? Может быть, его заместитель, может быть, глава ДГХ, может быть, директор Гордоромостроя, потому что Гордоромостроя – это основной подрядчик, генподрядчик, который следит за содержанием там города. Насколько я знаю, никто из них там ни на копейку не лишился премии. Тогда зачем там делать изумленный вид, что плохо работают его подчиненные, а никаких дисциплинарных изысканий там не было. Там начинается дождь, Дмитрий Валерьевич говорит, что он там раздает указания подрядным организациям, как нужно чистить колодцы. Вычерпывать воду. Ну да, но это не работа главы администрации. Если свои подчиненные не могут сами догадаться, что нужно делать, то, наверное, ты набрал не ту команду. Денис, вот у меня было ощущение такое, помните, когда Дмитрий Осипов пришел на этот пост, трудно, он тоже заходил на пост главы администрации, с третьего раза зашел. Все-таки было некое ожидание того, что дороги в Кирове станут лучше, что уборка города будет лучше. Вот по вашим ощущениям, как члены рабочей группы, все-таки оправдались эти ожидания или нет? На самом деле не оправдались. Каждую снежинку будут на подлете лопатки снимать. Но что мы видим? Дороги как не убирались, так и не убираются. В этом году увеличено содержание, если не ошибаюсь, на рекордное 300 миллионов рублей. Если не будет падения цены, вы думаете, что-то улучшится? Да я уверен, нет. Не улучшилось бы, если бы экстренно не поменялся глава администрации. Все-таки думаю, что у Вячеслава Симукова намного и больше опыт, и, наверное, больше желания что-то наладить. Потому что, по крайней мере, когда я с ним сталкивался по каким-либо замечаниям по уличной дорожной сети, он реагировал максимально быстро. Соответственно, мне он в этом плане импонирует. У него достаточно, как я уже говорил, богатый опыт управления городским хозяйством. Поэтому надеюсь, что эти средства будут, а, как положено, взросходовыми, б, возможно, появится экономия. Денис, а в вопросах работы общественного транспорта в Кирове позиции Дмитрия Валерьевича Осипова по вашей оценке, профессиональной оценке? Наверное, я назову фамилию, которую не совсем корректно называть. Не скажу, что я в восторге от этого главы города, речь там про Владимира Васильевича. Но при Владимире Васильевича в Быкове с 2011 по 2016 год АТП закупило несколько десятков автобусов на общую сумму, по-моему, 200 миллионов рублей. Он выделял средства. Понятно, что это его потом изгубило. Соответственно, он начал зарабатывать с этого предприятия, кому выделял деньги. Но за последние пять лет ни при Илье Васильевича, ни при Дмитрия Валерьевича, ни копейки на обновление подвижного состава в АТП до 2022 года направлено не было. Соответственно, уделялось ли внимание? Наверное, нет. Хотя мы все помним, что началась пандемия, пассажиропоток резко упал, предприятия начали тонуть, мягко говоря, в долгах. Но, тем не менее, почему-то помощи значительной, оказанной, не было. Да хотя бы просто помогли закупить автобус, уже было бы, наверное, какой-то плюсом терротроллейбусы. В общем, какая-то странная, печальная ситуация. Глядя назад, сейчас непонятно, а что же было приоритетным в работе Дмитрия Валерьевича, да? Общественный транспорт? Нет. Дороги? Да вроде нет. А что ж тогда? Да. Более того, я писал письмо Дмитрию Валерьевичу, что когда увеличили в прошлом году вознаграждение ЦДС, я лично написал письмо, не увеличивайте вознаграждение, ставьте его на прежнем уровне. Я на эти деньги обязуюсь купить три автобуса в Лизину в год, на что вообще ответа даже не получил. Поэтому говорите о том, что он был заинтересован, но, наверное, нет. Ой, да. Печально как-то все. Грустно. Ладно, будем надеяться, что все. Мы всегда на лучшее надеемся, правда же? Ну, это в нас не истребит. Денис, спасибо большое. Дениса Пырлога мы отпускаем. Денис, директор автотранспортного предприятия, член рабочей группы по контролю за ремонтом и содержанием дорог. Попробуем сейчас еще успеть Руслана Мамедова набрать. Все-таки вот такая гуманитарная немножко сфера, общение с общественниками, извините, там, общение с активистами городскими, да, говорили мы... И в этом году ведь у нас был создан общественно-культурный савиат? По-моему, в прошлом. Честно, в пандемии вообще все перекрутило в памяти. Ну, то есть вот мы воспринимали... Мы не видели этого, то есть не так было ярко это, как при Илье Вячеславовиче, когда там вот эти все встречи с общественниками, они активно освещались везде, там, да, и решение с этих встреч куда-то широко выносилось. Здесь, может быть, несколько менее заметно это было, но, тем не менее, работа-то вроде какая-то велась. Были встречи, и вот общественно-культурный совет, который Руслан Мамедов возглавляет при администрации города. И, кстати, что сейчас будет с этим общественно-культурным советом при администрации, когда меняется, собственно, руководитель городского хозяйства, сити-менеджер? Ну, тоже вопрос. Ну, понятное дело, что впереди выборы, и все будет зависеть от того, как будет сформирована Кировская городская дума, кто придет на новые ключевые должности, какие будут векторы, заданные тенденции, какие будут приоритеты расставлены, ну и так далее. А что, общаемся? Да, Руслан Мамедов с нами на связи, культурный и общественный деятель, председатель общественно-культурного совета при администрации города. Руслан, добрый день. Здравствуйте, Анна, здравствуйте, радиослушатель. Да, Руслан, у нас с вами не очень много времени, но, тем не менее, вот я вас сразу спрошу. У нас все ругают, ругают Дмитрия Валерьевича, а похвалить на его есть за что? Ну, вот вы все равно, наверное, достаточно ближе общались, скажем так, чем другие горожане все равно в рамках совета, там, до работы, еще чего-то. Знаете, у нас всегда принято ругать того, кто уходит, я ни разу практически не слышал в адрес уходящего какие-то добрые слова или что-то в этом роде. Ну, лично мы, когда работали с Дмитрием Валерьевичем, в принципе, мы всегда находили общий язык, но это очень узкий участок деятельности, это консультационная деятельность. Дело в том, что у нас такие гуманитарные вопросы, они, ну, очевидно, никогда не встречали никаких препон с его стороны, потому что, ну, они объективно правильные. То есть, неважно, кто руководитель или там города, или кто будет, я считаю, что мы занимаемся какими-то очень важными, вечными гуманитарными вопросами. Ну, например, для примера это можно, Руслан, для примера это можете перевести? В каком вопросе вы там консенсуса и взаимопонимания достигли? Ну, что уж от горожан-то утаиваете. Да-да-да, нет, я не утаиваю. Иногда, кстати, расходились, хочу вам сказать, по поводу, вот давайте скажу по поводу, чего мы расходились. И жаркие очень споры происходили. Как раз по вопросу, скажем так, ограничения выдачи разрешений за стройку на центральной части города. Дело в том, что у нас, понимаете, у нас в нашем общественно-культурном совете такой находится архитектор Константин Павлов, если вы знаете. Да, знаем. Знаем, конечно. Он достаточно принципиальный человек, и когда нас попросили написать какое-то заключение, значит, по поводу нашего мнения, конечно же, совет вынес совершенно четкую позицию, что все должно быть в рамках законности, и если там возникают какие-то корпоративные споры, или хозяйственные споры, или там третьи споры, да, то мы считаем, что наш совет, он как бы вне компетенции, скажем так, этих вот взаимоотношений, поэтому мы порекомендовали это все решать в рамках законности. Я, как сейчас помню, что не вполне, так сказать, глава администрации был. К вам прислушался. Так, у нас Руслан почему-то отключился. Давайте еще раз попробуем. Давайте попробуем его быстренько перенабрать. Звукорежиссера, я попрошу, что-то у нас как-то странное случилось. Есть у нас еще, да, пару минут. Попробуем с Русланом связаться. Надеемся на ладий связь. Ну, это история со строителями, возможно, да, Дмитрия Валерьевича в некотором смысле изгубила. Нет, для меня сейчас было неожиданно, что в том числе и общественно-культурный совет был задействован в обсуждении этих дел. Для меня оказалось, мне казалось, что это сугубо такое строительство людей. Да. Затем, значит, часто возникали споры по организации того или иного, там, установки памятников. Вот на самом деле выходили разные, там, общественные организации, может, даже епархия выходила, что-то еще обсуждали, смотрели, глядели. Ну, видите, мы только у нас становление было. У нас первый год всего лишь мы работали, и что нам понравилось, это отмечали все участники, а их там более 15 человек, что диалог есть, что Дмитрий Валерьевич никогда не доминировал, никогда не заставлял что-то принять. Если ему что-то было неприятно, он это принимал достаточно мужественно, но очень лояльно. И с большим уважением относился к членам совета, это факт. Ну, вот это то, чего не видели мы, да, там, со стороны, что называется, да, потому что... Ну, ведь очень много чего не видно, на самом деле, да. Поэтому мы целый год вообще, мы хотели понять, вообще есть предмет вообще для этого общественно-культурного совета. Понятно. Мы понимаем, что диалог возможен, площадка есть, но на сегодняшний день по-прежнему перед нами стоит главный вызов, чтобы это был не очередной орган болтологии, понимаете, пришли, поболтали, разошлись. А вот действительно, после того, как мы какие-то приемы обсудили, какие-то, значит, инструменты нашли, взаимодействие, притерлись друг к другу, извините за такое вот простое слово, да, в этом году уже, так сказать, либо с новым главой, либо с временно исполняющим, либо, как уже получится, мы будем, конечно же, выбирать прям вот реальное количество дел, которыми мы будем заниматься. Кстати, одно из них – это комплекс Ежовских хозяев, вы знаете, у нас есть такая экологическая программа. Вот над ним мы работаем постоянно, честно вам скажу, но продвижения практически никакого нет. Как-то очень сложно механизм искать, потому что там столько казуистики, там есть какие-то федеральные охранные, природоохранные зоны, там, значит, есть территориалы, есть, значит, прочие дела, и вот пока мы это все сведем воедино, вот что-то мне кажется, что без изменения, может быть, даже и какого-то устава города, или, может быть, отчасти каких-то законов, нам, наверное, не преодолеть эту штуку. Но успокаивает только одно, что Ежовское водохранилище, водохранилище – это первомайский водохранилище, комплекс озерный природный, да, это первомайский район города Кирова, где Вячеслав Николаевич Симаков хорошо разбирается. Ну, Вячеслав Николаевич, он себя, да, он себя зарекомендовал как очень опытное управление, прошел, так сказать, все ступеньки, дальше уж мы посмотрим точно, что исполняющим обязанности он будет, на мой взгляд, компетентным, а дальше уже как будет, наверное, решать настоящая руководство. Спасибо большое Руслану Мамедову, руководителю, председателю общественного культурного совета при администрации Кирова, культурному и общественному деятелю. Нам пора просто завершаться, да, мы убегаем, не знаю, налили тут всяких разных ароматических масел. Да, ну и мы не исключаем, конечно, да, что в ближайшее время мы еще услышим новости о Дмитрии Валерьевича Осипове, да, раз уж столько много претензий было тут высказано, в том числе и на нашей площадке был адрес. Честно, я не знаю, я вот не кровожадный в этом смысле, я бы хотела сказать, не дай бог. Нет, я больше еще с той позиции, что, нет, мы сегодня говорим так немножко, что человек уходит в никуда, да, вот был глава администрации, и все. А там будет новая работа. А ведь жизнь продолжается, да, и хотелось бы хотя бы по-человечески знать, а где нашел человек применение своим, да, силам. Все, первый час разворота завершаем, во втором вернемся, будет у нас Андрей Леонтьев.